Что делать, если из стиральной машинки со временем появился неприятный запах, который очень сложно удалить обычными средствами и советами, которые предлагаются в интернете, вроде лимонной кислоты, уксуса и так далее. Есть идея попробовать очистить и удалить запахи с помощью перекиси водорода. Для этого мы возьмем перекись водорода 37%. Перекись медицинская, продается в емкостях по 10 литров. Нам такая емкость обошлась в 950 рублей, но я думаю, что они есть и дешевле. Такой емкости хватит надолго, учитывая то, что перекисью можно обрабатывать не только стиральную машинку, но и в принципе вообще все, включая фрукты, дезинфекция ванны и даже плесень, говорят, что ей можно уничтожить. Поэтому сейчас попробуем применить перекись для стиральной машинки и посмотреть, пропадет ли неприятный запах, который после стирки там появляется. Первый этап это убрызгивание 6% разбавленным раствором перекиси, барабана и резинок. Не знаю, видно или не видно, то даже на барабане идут пузырьки и шипит. Это означает, что здесь очень много различных органических бактерий. Возможно, какие-то плесневелые споры или еще что-то. Хотя барабан чистый, помытый только после режима очистки. Но тем не менее, органических веществ достаточно много. Так, вот здесь вот под резиночкой посмотрите, что там происходит. Вот, здесь тоже все шипит и булькает. Я думаю, что эффект должен быть хорошим. Отпущен процесс очистки барабана. Вот он режим, очистка барабана ЭКО написано. Первое, что делает машинка, это наливает через этот отсек воду, по лошадь, потом сливает и второй раз уже наливает через этот отсек. Вот в этот момент мы как раз и попробуем туда налить стаканчик неразбавленной 37% перекиси водорода. Посмотрим, какой будет эффект. Пока машинка стирает, тут и небольшой эксперимент. Если на тряпки брызгать 6% перекисью, то они шипят. Это тоже означает, что в них очень много бактерий. Хотя тряпки помытые и чистые, но все равно в них бактерий очень много. Этим средством можно обрабатывать сантехнику, ванны, раковины, да даже, наверное, и унитазы. Сливает воду. Так, сливает воду, наверное, скоро нам нужно будет наливать перекись. Еще одно применение, это швы в ванной между кафелем. При нанесении 6% разбавленного перекиси водорода шипит. Очень даже здорово. Означает, что там тоже плесень есть и она постепенно уходит. Конечно, есть. Идея для очистки. Так, заливаем перекись. Посмотрим, возможно, что-то тут уже будет происходить. Так, процесс пошел. Там сейчас около 2 литров воды и стаканчик перекиси 37%. Процесс очистки начался. Ждем результата. Так, вот прошла процедура очистки барабана. Вода в процессе очистки была серая. Когда без перекиси эту процедуру запускаешь, такая вода обычно не была. А в этот раз она была прям серая. Ну, запаха как такового с машинки не стало. Посмотрим, что будет, если после стирки, обычно после стирки, если закрыть дверцу на какое-то время, то появляется вот этот неприятный запах. Ну, посмотрим, есть идея немножечко перекиси добавлять при стирке. Посмотрим, как это будет работать. Так, вот немножко перекиси пролили на землю. И вот оно теперь вот так вот шипит. И вытирает. Вот, как какое-то чудовище прям. Сколько в земле бактерий много. Итак, прошло уже две недели с момента применения очистки с помощью перекиси подорода. И результат превзошел ожидание. То есть, запаха такого, какой он был, сейчас не стало. При этом, при самой очистке, вода была очень серая. То есть, когда идет очистка обычным средством, такого не наблюдается. То есть, видимо, перекись все-таки как-то очень хорошо взаимодействует с теми загрязнителями, которые скапливаются за барабаном. И очищает их очень хорошо. То есть, через две недели запаха не стало. И я думаю, что если проводить такую процедуру раз в месяц, то с запахом будет покончено. Рекомендую данный способ. Если у вас тоже существует проблема с неприятным запахом из машинки, можно использовать для борьбы с плесенью. При том, что само средство стоит не очень дорого. Но стоит при работе соблюдать осторожность, потому как она при попадании на кожу может вызвать ожоги. Поэтому обязательно используйте перчатки, обязательно используйте защитные очки. Ну и в обычных бытовых целях перекись 37% нужно разбавлять до 6%. Это примерно 1 к 5. То есть, 1 стакан перекиси на 5 стаканов воды. В такой концентрации она хорошо убивает все бактерии, плесень и так далее. Продолжение следует...